Приветствую, уважаемые. Вот как же было раньше хорошо. Писали везде Nokia, Nokia, Nokia. Ну тут по-другому-то и не сказать. А сейчас, скажешь Microsoft, сразу налетят в комментариях. Не Microsoft, это Microsoft. Будем говорить правильно. Ну, если хотите, значит будем говорить правильно. Сегодня мы смотрим на новую игрушку под названием Microsoft Lumia 640 XL. Поехали. Я вот точно знаю, какой плакат висел у разработчиков в офисе. Называется «Большая лошадь, хорошая лошадь». И под этим, так сказать, флагом они делали вот эту самую микрософтовскую новую штуку. Не подумайте чего, на самом деле это неплохо, потому что большие телефоны тоже нужны, тоже важны и тоже удобны. Но, тем не менее, сам подход именно такой. Для сравнения, вот вам карточка SD. То есть, можете оценить размеры. Кстати, на эти размеры, точнее на визуальное их восприятие влияет довольно маленькая, аккуратненькая такая вот штучка, вырез под голосовой динамик. Под ним надпись Microsoft или Microsoft, как сейчас любят. Камера и сенсоры. Снизу у нас только маленький вырез под микрофон. Он находится на лицевой стороне, как бы в небольшом углублении. Он действительно маленький, узенький. Мне кажется, что со временем туда будет забиваться грязь, там, может быть, жир, когда вы поговорили, как-нибудь так вот опузо обтерли. Оно все сюда сдвинулось вниз, ваша грязь, и забило потенциально эту дырку. Не знаю, раньше я с таким не сталкивался, но в данном случае у меня есть некоторые подозрения. Хотя, все покажет долгосрочное использование. У меня, к сожалению, такого нету на данный момент шанса. То есть, там надо месяц и два, наверное, пользовать. На боковом торце, на правом в данном случае, кнопка включения-выключения блокировки и регулировка громкости. Несмотря на то, что профиль у них довольно небольшой, действительно он небольшой, но, тем не менее, из-за особенностей конструкции, из-за особенностей механики нажимаются они очень понятно, очень точно. Да, может быть, они немножко непривычные, может быть, немножко жесткие, хотя вы, с другой стороны, случайно не нажмете на кнопку и, нажав, точно будете понимать, да, она нажата. Теперь у нас отсутствует кнопка камеры. В данном случае я это совершенно не приветствую, потому что штука большая у нас и нажимать вот так вот было бы совершенно естественно и удобно. Одной рукой можно держать. В противном случае, ну, точнее, в случае данном, нам придется удерживать смартфон двумя руками при съемке. Противоположный торец ничем не занят. Сзади у нас только разъем microUSB. Сверху у нас только разъем под наушники гарнитуру. Задняя сторона, давайте даже перевернем, чтобы правильно надпись виднелась. Надпись, опять же, Microsoft, надпись CES поменьше. Ну и камера, вспышка и решетка вызывного или мультимедиа, как сейчас говорят, динамика. Камера чуть-чуть приподнята над столом. Не знаю, принципиально хорошо это или плохо. В принципе, она сама имеет небольшое углубление, то есть стекло вы не поцарапаете, если положите его спиной на стол. Ну и к тому же мультимедийный динамик не будет соприкасаться с поверхностью. Тоже увеличивается громкость таким образом. Ну или просто он не глушится. По материалам корпуса. Здесь у нас жесткий матовый пластик. Мелкие царапки навряд ли будут видны и отпечатки пальцев, которые вы оставите, тоже хорошо стираются. С другой стороны, есть маленькое но. Этот материал очень любит, когда вы его кладете в карман и вынимаете. Почему очень любит? Да потому что он очень хорошо полируется этим самым карманом или чем-то подобным. То есть какой-то ткань или бумага, например. Будут на нем оставаться залысины, от которых, ну, никуда не деться. Это надо понимать и как-то с этим, если хотите, бороться. Экран. Экран здесь 5,7 дюйма и разрешение HD. Суть 1280 на 720. IPS-ная матрица и вроде бы как должно быть все хорошо с цветами. Давайте посмотрим сначала по углам. Значит, по углам никаких искажений нет, но, как обычно, у некоторых бывает матриц. Да, вот здесь вот уходим в некоторый серый из черного. И смотрите, под одним углом желтушное отображение, под другим углом синюшное. Желтушное-синюшное. Желтушное-синюшное. Такое бывает, ну, не на многих матрицах, но, тем не менее, это не самое навороченное решение. Поэтому, естественно, мы с этим как-то будем жить. В обычной жизни вы этого не заметите, но, тем не менее, я обязан был это показать. По цветопередаче все нормально. Мне не хочется докрутить и сделать их более насыщенными, эти самые цвета. Так что, в принципе, для обычной жизни этого вполне себе достаточно. Интерфейс. Ну, самая такая стандартная, можно сказать, почти неизменная часть в обзорах виндафонов – это интерфейс. Потому что вариантов здесь просто не предполагается. Все работает довольно быстро. Опять же, по-другому-то и не предполагается. Тем более, у нас 400-й Snapdragon плюс гик-оперативки. Дополнительные возможности, как обычно, всякие литресы, вконтактике. Естественно, Яндекс, всунутый со своей музыкой и поиском. Ну, и, конечно же, кроме чисто микрософтовских приложений, есть приложение от Lumia. Здесь и Lumia Story. Это фирменная штука, которая позволяет вам каталогизировать приложение. Lumia Camera. То, что мне до безумия просто нравится у Lumia в данном случае. Во-первых, есть Lumia Photoclip, анимашку делает. Во-вторых, камера, которая позволяет вам выбирать дополнительные настройки. Или вот таким вот движением выкатывать ручные настройки. Здесь и баланс белого, и фокусировка, и ISO, и выдержка, и экспо-корректор. Это очень здорово. На самом деле, почему этого нет, например, у андроидов, в большинстве своем, мне непонятно. Это настолько классная вещь, что я даже передать не могу. Естественно, там всякие дополнительные настройки. Сверху есть режимы работы вспышки. Ну, общие настройки, они попроще. Да, сразу можете включить там фото приложение. Lumia смена фокуса. Когда делается несколько кадров, потом вы выбираете, на что в сфокусированном выбрать. Lumia Selfie. Lumia Selfie давайте вам покажу. Lumia Selfie это тоже приложение для любителей делать селфи. Сам я, конечно, не фанат этого дела совершенно, но тем не менее знаю, что многие его делают. Здесь есть возможность переключиться на основную камеру и выбрать режим, который вам подскажет, когда ваше лицо будет направлено правильно в основную камеру. То есть вы держите его лицом, ну, точнее, экраном от себя и слышите сигналы. Когда правильную точку найдете в съемке, он сделает кадр сам. Вы получите качество выше, чем с фронталки. Это логично. Что тут еще из интересного? Естественно, как я уже и показывал, тут есть Lumia ожившее фото, все старое, Lumia мгновения, Lumia Photo Studio, редактор Mix Radio, позволяющий вам сделать бесплатный микс и послушать его как онлайн, так и оффлайн. Там есть платная часть, но она незначительна. Это количество пропущенных мелодий, которые вам не понравились. Ну, как в плеере. Нажали Next, там сколько-то бесплатно в день, а остальное, извольте, заплатить или купить, ну, точнее, платную подписку. Дальше, OneDrive, OneNote. То есть, все, что нужно. Да, Hair Maps, Hair Drive, естественно, остаются. Ну что ж, уважаемые, давайте попробуем подвести итоги. Я много раз пытался что-то придумать, что же сказать в данном случае, наверное, скажу следующее. Перед нами телефон, который живет объективно два дня, даже два с половиной. Если вы его сильно не будете мучить, то проживет спокойно трип. Это особенность операционной системы. Если же вы хотите иметь винду и большую диагональ экрана, вот, пожалуйста, решение практически единственное перед вами, потому что в стане винды особого разнообразия производителей-то и нет. Если мы смотрим на Android, то там есть куда податься, там что-то более обмылочное, более квадратное, там зеленое, красное, там любого по дизайну, любой производительности, любых фишек и оболочек. То в винде все примерно вот раз, два, три, четыре, пять. Вот вам выложили линейку, выбирайте из нее. Редко другие производители появляются на нашем рынке. Они все-таки стараются туда не лезть, потому что, ну, не очень пока продажи идут у винды. Я не знаю, может быть, что-то изменится. Тем не менее. iPhone это вообще отдельная история. Там уже будем разговаривать, когда будем обзирать какой-нибудь новый iPhone, если доведется. В целом, повторюсь, если вам нужна и нравится винда, если вы понимаете все ее преимущества, недостатки и готовы мириться с косяками ее и особенностями, то, пожалуйста, вот вам решение. Крупнодиагональный смартфон на винде. Если вы, соответственно, не любите винду, ну, идите какое-то другое ищите решение. На Android их много за эту цену. Наверное, вот такой будет вывод, потому что вариантов тут и нет других. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok